Кто ты такой, чтобы сердце со штрафстоянки за 60 секунд угонять под танки, даже когда дельфинов под кожей нет? Чтобы слова разбрасывать, как в питанке, целясь в несуществующих кошанет? С телефона, на память, со стула или же с тремянки для поэта нет ограничения в том, как преподнести свои стихотворения. Главное, чтобы зритель получил возможность познакомиться с творчеством автора. Для Ивана Кленового такое общение с публикой не в новинку, и он с удовольствием вспоминает свои ранние произведения и зачитывает новые. Как писателю ему важна реакция зрителя, ведь мало кто из поэтов пишет, что называется, в стол. Нужно от любой работы, от любого занятия получать удовольствие. Иначе нет смысла его делать. Иначе ты, если будешь делать что-то без удовольствия, будешь делать это спустя рукава, через «не хочу», через «не могу», и все это будет плохо получаться. А если ты получаешь удовольствие, то ты делаешь это с Адором, слишься так, и все получается. Кроме декламации своих творений, у каждого из авторов еще получается и диалог со зрителем, своеобразная обратная связь, которая может в дальнейшем послужить неплохим катализатором для творчества. Но и зритель тоже находит свои полезные факты в мероприятии. Это живое общение, это новые знания и знакомство с особыми людьми, которые живут бок о бок с тобой. Они же лучше знают, что у нас происходит, и пишут о том, что ближе нам. И поэтому всегда интересно прийти на тех, кто пишет о нашем, о Красноярске, о городе, о крае и так далее. Можно напрямую задавать вопросы, которые интересуют, можно послушать стихи, которые были интересны, или хотелось бы просто лично от автора их послушать. И такие встречи не случайны. Это целый проект, который реализует Краевой дом искусств и библиотеки города Красноярска. Основная его цель — активизация читательского интереса к произведениям местных авторов через личное знакомство с ними. Творческие встречи с именитыми мастерами литературного искусства проходят несколько раз в месяц в различных библиотеках, которые в последнее время становятся популярным местом для свободного времяпрепровождения. Библиотеки в последнее время перестали быть просто местом выдачи книг. Сегодня здесь можно творческий вечер провести или же вот так, сидя в уютном кресле, почитать интересующую тебя книгу. А их, кстати, в последнее время все чаще закупают за авторством именно краевых писателей. Не только тех, что уже имеют всероссийскую популярность, как Виктор Астафьев, Михаил Успенский, Роман Солнцев, но и тех, кто сейчас активно развивается в своем творчестве. И свой региональный, так сказать, продукт требует особого продвижения, в том числе и среди жителей края. Все встречи, они проходят именно на базах библиотек, но не случайно и книги поступают, и здесь читающие люди. Это по определению уже те, кто готов на чтение, потому что заполучить человека, который вообще никогда ничего не читает, это вдвойне сложно, это, наверное, утопия. И говорить здесь, что мы сейчас сделаем Красноярским самым читающим городом, ну, сложно об этом говорить, поэтому мы все-таки реалисты и сосредоточились уже все-таки на такой уже подготовленной публике. На следующий год уже запланировано 120 таких творческих встреч, и это только в рамках одного проекта «Писатели в библиотеках Красноярска». А ведь есть и другие. И радость, что количество талантов, с которыми нужно знакомить публику с каждым годом, только растет. Не случайно именно наш город стал библиотечной столицей России 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин